Уже всё хорошо сегодня. Уже носик холодный, я проверил. Самое главное, что нет температуры, отлежим. Спасибо всем большое за поддержку, мои птички. Спасибо всего вам. Вот здесь вот, видите, небольшая дырочка была сбоку. Была зеленка, но, видимо, она её вылезла. Мне сказали, что она до этого места не будет доставать. В общем, вот, небольшой совсем такой был разрез. Ну, всё уже позади, моя киса, всё позади. Всё моя рыбка, всё моя зайка. Скажите, как можно такое существо выбросить по совету одной великолепной зрительницы бывшей? Как таких милах можно выбросить? Я ещё десять заведу животных и ещё десять детей. Потому что не надо кому-то свою любовь дарить. А у меня её много. А были бы деньги... Просил бы у Бога, прошу у Бога, чтобы у меня денег ещё больше было. Чтоб можно было помогать приютам, детским домам, восстанавливать храмы. Ну, не знаю, Бог пока не слышит, мне столько денег не посылает. Наверное, это не моя миссия на земле. Всем привет, мои птички. Ну что, ребятки, готовлю завтрак. У нас талё у меня уже стоит всё, что сейчас мы будем кушать. Я очень люблю, ещё раз повторюсь, сырники. Мне кажется, по мне, как они готовятся, очень быстро. У меня уже одна партия здесь стоит, ещё немножко осталось. Но пока мы сядем кушать, у меня дойдёт вторая партия. Но, естественно, что мы это всё не сидим, просто, скажем, днём на перекус. Ну, на завтрак мы сегодня всё подъедаем. У меня вот остались ещё перепелиные яички, крашенки. Колбаску вот покупали. И тётя Таня нам давала семгу малосолёную, или не знаю, что это, лосось. Честно говоря, не знаю. Ну, достаточно вкусная, тётя сама солит. И люблю я такой специально сушу хлеб. Очень люблю такой, знаете, чтобы он был высушенный. Вот. Особенно вот такой вот я покупаю. Он бездрожжевой, низкокалорийный. Тоже во вкусе вилл. Вот. Мне нравится такой. Я себе сок яблочный. Тарелочки приготовил, чтобы сырники поставить. У Паши ещё какой-то кекс. Вчера он покупался себе. Ну, что-то, так скажем, понятно, что мы это всё за раз не съедим. Но, так скажем, чтобы на столе можно было что-то выбрать. Кто-то бутерброд съест с колбасой. Кто-то с рыбкой. Кто-то яйцо съест с рыбкой. Кто-то два сырника. И всё. Поэтому тут, скажем, в любом случае, завтрак должен быть такой достаточно полноценный. Время у нас 9.31 утра. Хотя, наверное, по солнцу вы понимаете, что время день. Вот. И... Хотя уже, наверное, нет. Ну, 9 вечера ещё, наверное, полдесятого уже ещё темно. Вот. Ну, короче, что у нас сегодня будет... Не знаю, что я в видео вам покажу. Потому что у меня, так честно говоря, знаете, после вчерашней, позавчерашней стрессовых вот этих ситуаций всех. А я... У меня как-то мозг так расслабился. И вообще ничего не хочется делать, честно говоря. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что с 17-го мы летим в Пермь. Мы купили билеты пока, правда, в одну сторону. Чего я очень не люблю. Билеты в одну сторону. Но... Ладно. Паша сказал, что так надо сделать. Сделали, короче, как он сказал. Вчера ещё в Алиэкспрессе заказали всяких штук. Поэтому в течение видео вам буду показывать... В течение прибытия буду вам показывать, что мы заказали. Планов, конечно, очень много. Всё заказывали Крыму. Единственное, что мы не купили ничего, никаких сланцев. Потому что, как Паша говорит, что стоят они достаточно дорого на Алиэкспрессе. Но они там прикольные, очень прикольные. Всякие там со спанчбобом, с утятами. Ну, очень яркие, прикольные сланцы. Стоят они одна штука. По-моему, пару тысяч рублей. Он говорит, что за эти деньги мы можем купить здесь в Москве на садоводе или в Ханой Москва. Я говорю, ну, таких мы однозначно не купим. Ну, в общем, мы решили сначала посмотреть здесь в Ханой Москва, где-то на садоводе посмотреть, а потом что-то заказать. Вот. И что ещё? Ну, и последняя новость. Вы знаете, что завтра у меня приезжает племянник с невесткой. И поэтому нам нужно закупляться, как сватах говорили, свалюха говорила, закупляться в магазине, что какие-то фрукты купить, какую-то небольшую нарезку. Хотя мы с Римой разговаривали. Рима зовут мою невестку, она сказала то, что, сказала то, что очень, дети такие, так скажем, ну, я сам знаю, что они достаточно, не то, что проблематичные, но у каждого свой вкус и всё остальное. Поэтому что-то готовить там есть, ну, смысла нет. Но у нас дома нет хлеба даже элементарно, поэтому нужно купить батон, сходить купить кофе, какую-то нарезку колбасную взять, не знаю, ну, что-то такое по мелочи, сухофрукты. И чтобы это дома было, потому что завтра они прилетают в 6 утра и потом 3 дня будут у нас, 10 по-моему, они улетят обратно. В общем, вот такой день, что во влоге будет, честно говоря, сам не знаю, хочется просто отключиться и снимать в удовольствие, а не потому что есть какие-то проблемы и значимые события, которые мы, слава богу, пережили. Маруська вроде более-менее она стала ходить, она сегодня ко мне утром подошла и достаточно такая вроде мяукает, но всё равно немножко зашуганная. Паша там начал сегодня утром складывать эту переноску, они шуганулись, конечно, побежали и всё остальное. Ну ладно, это, так скажем, дело десятое, но мне надо, чтобы она уже была такая, скажем, нормальная, но всё равно до сих пор, мне кажется, она не то, что обкуренная ходит, как кошки бывают после, она всё равно такая ещё уставшая, потому что, видимо, день натерпелась, не ела, не пила, сейчас вот позавтракали они и, вот, видите, тарелки уже пустые и ушли наверх спать. Люська в дом, Маруська на шкаф туда к себе, на лежанку, в общем, вот такая вот история. Что с машинкой? Короче, ребята, не знаю, что такое с машинкой, ты вроде всё до этого нормально стирала, а сегодня утром поставили в стирку и вот такой гул. Ну, типа, когда она разгоняет гул, меньше становится, а когда включаешь, начинается отжим, прямо вот такой гул. Тушите? Или что-то попало, я не знаю, куда-то в трубу, почему она-то гудит, как, типа, вытяжка, что посоветуете? Кипец. Чёрт знает, чё. Я вот, может быть, где-то что-то попало, я не знаю. Видите, какой был. Что это может быть? Девочки, у кого что было, может быть, напишите, мальчики. Вон чё. Слышите? Как трансформаторная будка. Отжим закончился, то есть, видимо, этот насос на отжим выключается, и она спокойно стирает. Сейчас вот воду, видите, набирает. Тихо. И крутится она тоже без всяких. То есть, вот, это значит, не двигатель получается, не тот, который крутит сам барабан, а именно когда... Вот, видите, тихо, спокойно крутится. Именно когда отжим. Что может быть там? Не одно, так другое. Ну, так другое, ребята. Вот так, так. Да. Что-то, может, там надо прочистить. Что можно там посмотреть внутри. Жду Пашу. Ой, какая футболка вытянутая стала. Ну, я в парикмахерскую пошли бороды делать. Стричься. Поэтому уже одел ту, которую можно будет потом, если что, снять. Если колодца будет, тот, от волос, чтобы можно было снять. Как так лучше? Или так лучше? Услышал я фразу, жду Пашу, что я, якобы, долго. Значит, расскажу вам историю. Подождите, я вам расскажу свою правду. Подожди. Простите. Я просто камеру протру сразу, чтобы вам было Пашу лучше видно. То есть, это как-то он, как в молоке. Значит, без 20.11. Я говорю, давай запишись. Я записался на 11 часов. Говорит, записывайся на 11, мы успеем. Время без 20.11. Я говорю, ты еще не умылся и будешь долго. Он говорит, нет, мне только, я что, ни с чему одеться, только подпоясаться. Я сказал, мне только подмыться. Да. Так и говори правду. У меня от зрителей нет секрета и тайны. С этим. В итоге, значит, время 11.05. Он выходит из ванны и говорит, сейчас еще подождите чуть-чуть. Ну, ванна у нас одна. А сейчас он меня ждет. Ну, сделай, пожалуйста, две. Сделай две. Слышал? Сделай две. Умник. Умные все стали. Вам не угодить, на каком масле жарите. На сливочном. Одни возмущения. Слушайте, и машинка главная. Не одно так второе. Не второе так третье. Не одно так, знаете, это... Ой, это прям вообще невыносимо. Ты будешь куртку одевать? Я не знаю, что. Турсы не делал. Покажешься? Николай Николаевич вот звонит опять. Все утро сегодня. Такая дребедень. Тили день, тили день. Ну, мы на машине так-то, нам потом надо еще в одно место сесть, и на рынок надо ехать. Не знаю, но я, может быть, легкую куртку возьму, конечно, с собой. Слушайте, я, конечно, поражаюсь ТикТоку. Я сейчас смотрю видео. Старуха дряхлая какая-то, с целлюлитной жопой. Лет 80, наверное. Это просто единственное, что сейчас делают. Они, короче, делают, что нельзя видео скопировать. Я бы вам сейчас с удовольствием просто показал. Короче, она там танцует под какую-то странную музыку. Какие-то танцы. Показывает свое изображение передуху, практически прикрытые вот такой вот тонкой веревочкой. Слышите, что происходит? А вот, вот как так может быть? Что это может быть? Ну, короче, про эту тетку там в Неглиже практически, в одних каких-то обтертых трусах вытянутых, грязных, она там танцует, и у нее, ребята, у нее куча просмотров под 90 тысяч лайков. Вообще, что в нашем мире творится? Вы что делаете, люди? Что вам нравится? Что вам нравится? Ну, я понимаю, сделать репост, показать другим людям, но ставить лайк по такими видео, это просто пипец возмущение. Я уже там накопировал несколько теток, которых, наверное, отдельно хочу вам видео показать, но просто хочется набрать больше и интересных. А самых таких, видимо, где-то, или может быть, закрывают специально, чтобы их не копировали, чтобы их не сливали в другие социальные сети. Просто нету, скачивать видео нельзя. Только можно посмотреть внутри. Но есть как-то их скачивают еще с других программ. Ну, наверное, какие-то программы на телефон устанавливают. Я, честно говоря, даже не знаю, что там за программы могут быть, которые можно так скачать. Надо только у Павлика спрашивать, он в этом хорошо понимает или нет. Но просто куда мы катимся? Ну, я ладно, понимаю, что хочется посмотреть на какие-то шуточки плоские Адамяна, там, его там мамы. Еще что-то, да, там какие-то люди, где ездят, прыгают, но у них меньше просмотров, чем у таких видео, которые я сейчас увидел просто. Сидел на горшке из-за выражения, как это обычные люди многие делают, с телефоном в руке. И увидел эту тетку, от которой просто возник рвотный рефлекс. Просто рвотный рефлекс. Куда мы катимся, ребята? Вы что, сумасшедшие? Я уж не предлагаю вам читать Пушкина, как раньше говорил. Читайте правильные книги, смотрите правильные фильмы. Просто хотя бы, блядь, не смотрите то, что, где вы ставите лайки. 84 тысячи лайков. 84 тысячи лайков, где тетка 80-летняя, в старых трусах, вытянутых, танцует, вот с такой жопой силиконовой, не силиконовой, а целлюлитной. Тело вот это, знаете, все, оно просто вот, кожа вся обвисшая. Ужасно просто. Что-то может нравиться. Это ужас просто какой-то тихий. Сегодня ветрено, но достаточно тепло на улице. Хотя бы можно прогуляться. Вот я, слушайте, не знаю, что купить племяннику. Единственное, что я хотел купить клубнику. Но клубника вроде более-менее вкусная. Но вопрос в том, то что она, вот покупаешь ее сегодня, она более-менее нормальная, да. Ее там можно кушать, все. На следующий день тоже ее можно кушать. Но она уже в таком непрезентабельном состоянии. Поэтому я даже не знаю, как клубнику хранить. Если есть у кого-то способ, как ее хранить, я ее храню просто, может быть, ее мыть не надо, какую-то часть. Видите, что ветер какой. Может быть, какую-то часть не надо мыть, а потому что же клубнику всю мою и выкладываю, просто просушиваю и выкладываю на тарелку, чтобы, так скажем, она, ну, взял ее и поел сразу. Может быть, ее не надо мыть, я не знаю, как правильно. Я же не садовод, только любитель. Вот у нас тут рядом с домом Академия ТНЧС и вот птички, парикмахерские птички. Туда вот мы ходим стричься сейчас рядом с домом. Не надо никуда ездить, ни в какие центры. Ну, таджики какие-то парни стрягут, но вроде более-менее стрягут. Конечно, сильно выросла борода, но вот я хочу голову подстричь и бороду подкоротить. И тут все подровнять. Ну, и Паша тоже заодно. Так что запомните Пашу, меня вот такими. И сейчас его подстригут, он будет красивый. Что, у нас уже время заперинали? Да, уже две минуты как. Да, ну все. Ну, как вам? Прямо красавица. Я этому, значит, он вышел, я ему говорю, вот ты такой красивый. Ой, так такой красивый. Он стоит оборачивается. Я говорю, да ты, да ты красивый-то. А мне он ни слова, даже комплименты не сделал. Делал даже не в комплименте, а как меня подстригли голову. Ох, нехорошо. О, прям вообще. Под ноль. И бороду вказилами. И стрижка-то так прям все, как красиво. И брови, и все в кучу. Что еще и брови подстригли? Не брови, не нос, не нос, не в носу, не в носу волосы подстригли. Все везде. Уши только не подстригли. На ушах покажись, как он Паша подстрелил. Стильно, модно, владежно. Подармяшку. Подармяшку. Короче, подстригли, все хорошо, но ладно, это нормально. Еще Паша позвонил там риэлторам в Пермь. Какой-то знакомый, мама отдала телефон. Мы договорились, что она будет квартиру показывать к нашему приезду, чтобы ее можно было сдать. Конечно, денег немного с пермской квартиры, но в любом случае хотя бы какая-то копейка, все-таки там пусть 15, но все равно вперед. Денежка не просто так. Ну, да, да, с девчонкой нет. Значит, будем что-то еще думать. Но еще сказала, что в Перми, как-то так, я ни разу в Москве, конечно, не слышал, что квартиры сдаются как онлайн? Онлайн, типа. Я не знаю, как так можно сдать онлайн. Ну, типа, риэлтор самостоятельно показывает квартиру, уходит, подписывает с жильцами договор. Естественно, там на мою фамилию, имя, отчество, ну, на фамилию общества собственника, там, паспортные данные, все. Но вот эти вот документы о собственности на квартиру с паспортом показываются просто, например, там, через WhatsApp по видеосвязи. Вот. Она просто спросила, если, говорит, я раньше сдам квартиру до 17-го, можно заселять или как? Ну, сказали, что заселяйте, если раньше сдадите. Ну, что, вот, короче, вот такая вот еще новость с подстрижкой, ну, со стиральной машинкой. Я не знаю, что там происходит. Что с ней может быть не так опять? Надо будет смотреть. Сейчас, мне кажется, ремонтировать машинку дороже, чем купить новую. Что там запчасти, еще зависит же от машинки, на сколько она хорошая, современная. Если она старая, машинка, то вообще, мне кажется, лет-то она, конечно, немецкая, но машинки это уже лет 400, мне кажется. Так еще до нашей рейдли. Кто? И где они... На ней стирали, да? На ней, да, стирали. Вот, поэтому, не знаю, подскажите, что можно сделать. У кого, может быть, был такой случай, что можно с этой машинкой сделать? Может быть, что-то надо почистить? Сейчас едем на этот, на рынок, посмотрим фрукты какие-то. Фрукты. Ягоду какую-нибудь. Ну, и потом дальше по делам. Будем ехать. Завтра, я не знаю, мы как с Римой договорились, завтра ее встречать? Она ничего не сказала или мы на Киевский поедем ее встречать? Она почему-то на такси, на такси же, наверное, не поедет. Ты интересный такой. Да. Ты, значит, ты разговаривал, а у меня спрашиваешь. Я с тобой советую, мы поедем на машине или поедем на метро. Понятно, что они сами на такси могут сесть, приехать, вызвать. Я тебе имею в виду, как мы с тобой поедем? На такси или на метро или на машине? Мы приехали на машине, завтра утро, я думаю, что нормально, мы проедем. 6 утра, там, ну, пусть 7-8. Ну, я тоже думаю, что, потому что если у них сумки в метро, как-то это не очень удобно, копошиться, и туда приехать на метро, например, а вызывать обратный такси, ну, тоже не в целом, не в городе, да? А припарковаться, наверное, это на Киевском. Киевский вокзал на Аэроэкспрессе, договорились, что она сама со Внукова приедет на Аэроэкспрессе, потому что, говорит, Денису вроде будет интересно проехать на этом поезде. Все приедут на Киевский вокзал, а там тогда мы их на машине встретим. Наверное, так будет лучше. Да? А что ты такой задумчиваешь? Я? Нет. Что с тобой случилось? Рассказывай. Ну, что, если у меня мастительные процессы. Вот ты тогда сейчас, как Windows, 97 себя ведешь, понимаешь? 98. XP. XP, вот, возможно, где-то притормаживает у тебя файлы. Охладительная система, оперативка перезабита. Но нужно очиститься, Паш, надо очиститься, как-то освободиться от своей оперативки. Вот, думаю, может, в санаторий поехать. Ну, пожалуйста. В санаторий. Вот, Николай Николаевич же сказал, вот ты приедешь, мы будем с тобой плитку класть. Я говорю, на отдых же едем. А он говорит, там надо плитку попласть, там надо лодку перевернуть, потому что ему надо на охоту, на рыбалку ездить. Ну, вот. Там надо еще что-то сделать, я говорю. Так я же на отдых еду-то, на недельку. А, отдых-то, пожалуйста. А, там, получается, трудовые резервы какие-то. Нужно поехать будет, чтобы там потрудиться. Нет, ну я согласен, конечно, но плитку я все равно не умею класть. Ну, полк поеду, чтобы посмотришь, что и все. А вы тогда с мамой в Пермской квартире там зашьете панелями, как называется, ванну, ванну там надо. Зашете тоже в Ютьюбе, посмотрите, быстро пизденете. Так, давайте все останемся 17, давайте. Так, давайте. Останемся. Останемся все и будем делать ремонт. Как эти каршеринги ездят, это какая-то катастрофа какая-то. За ними реально глаз да глаз надо. Удивительные просто люди ездят на этих машинах, просто удивительные. Я сейчас читал сегодня, что у кого-то каршеринг и у кого во время поездок были штрафы, будет увеличиваться стоимость аренды. То есть отказывать не будут, просто дороже это будут делать. Именно то, что дороже, но еще штрафы, наверное, сам оплачивает водитель. Ну, наверное, не страховая же. Если он въехал, ездит как, не знаю, кто, неведомо что, с левой стороны поворачивает направо, с правой налево, вот он сейчас вот впереди стоит, едет, что у него в голове сидит. И он въехал, ну, в аварию, какая страховая за него будет платить. Разбил машину хлам, например. Как вы считаете, что страховая будет платить, но кто мешает.